друзья всем добрый день здравствуйте это юрий канал тик так миром сегодня на обзоре seiko selection есть такая коллекция она не сильно популярная начального ценового диапазона были у нас уже часы причем лет 6 7 назад на обзоре понравились за исключением механизма сегодня на обзоре модель хорошим механизмом есть что рассказать и возможно это оптимальный выбор часов в районе 50 тысяч рублей давайте обо всем по порядку как бы это странно не звучало но давайте начнем с изучения бирок здесь в отличие от многих более дорогих часов супер прозрачное покрытие если посмотреть на название этого покрытия на сайте seiko и ввести данные иероглифы в поискове google то переходит на конкретный сайт производителя правда не сказано сколько стоит данное покрытие но это же покрытие опять же если верить написанию иероглифов точно такое же написание используется и на моделях astron более дорогих в том числе за 300 тысяч японских йен как вы видите стоимость данной модели 49500 японских йен после последнего подорожания буквально пару недель назад в начале сентября 51 1700 йен что все равно немного и составляет примерно 370 долларов что же за 370 долларов предлагают нам из компании seiko замечу в часах с японской сборкой не японским механизмом и сборкой в китае а именно сделанными часами в японии идеальное попадание секундной стрелки в метки смотрите сами полностью ровно камера смотрит на часы попадание идеальнейшее далее вы можете видеть супер прозрачность сапфира очень хорошо это заметно заметно потому что его практически не видно циферблат отчетливо наблюдается здесь есть некоторый такой лучевой эффект обычный в принципе циферблат простой черный но с небольшим лучистым эффектом кому-то нравится кому-то нет на черном смотрится хорошо на синим мне например не нравится такие циферблаты слишком они яркие метки стрелки здесь давайте скажем простые то есть они обычные они не супер какие-то дорогие не сложные обработки ощущение что нашли где-то ящик стрелок и меток которые использовали кучу лет и приклеили на циферблат при всем при этом надпись сейка накладная окошко даты на белом фоне не на черном многим бы понравилось на черном я знаю и рамка вокруг окошка даты эта краска это не накладная рамка по корпусу смотрите он стальной и браслет и корпус здесь есть сочетание глянца и сатина но в целом стоит отметить что корпус простой здесь нет сложных граней нет углов нет сложной обработки и в целом это простенький корпус на свои деньги браслет также имеет сатинированную полировку он неплохой но и не супер хороший довольно приличный по качеству хороший браслет и опять же учитывая 370 долларов даже можно сказать отличный на более дорогих моделях браслет да получше но этот браслет тоже очень хороший сказать про него плохой я не могу даже учитывая что здесь много штампованных моментов это и штампованная застежка никакой системы удлинения нет и штампованные крайние звенья возможно и сами звенья браслета не полностью литые зрительно это непонятно но вес часов стальных напомню 115 грамм немного намекает на то что где-то здесь сэкономили и стали нам не доложили обычно такие часы весят порядка 150 грамм задняя крышка глухая хлопушка посмотреть еще раз что сборка японская причем относительно свежие часы собраны 6 месяца 24 года сейчас сентябрь то есть буквально три месяца пусть месяц ехали практически горячий пирожок служебная информация на часах что это стал что здесь сапфир механизм радиосинхронизация и солнечный аккумулятор давайте небольшие промежуточные итоги подведем по поводу корпуса и браслета за 370 долларов все сделано более чем прилично есть штампованные моменты но опять же учитывая цену в принципе нормально и ждать здесь лучшего качества было бы странновато за эти деньги и так очень даже прилично про механизм теперь давайте поговорим я уже обмолвился что в предыдущих моделях был не самый лучший механизм в чем была проблема там автокалендарь то есть вечный календарь работал только при условии наличие ежемесячной радиосинхронизации при этом поддерживалось всего лишь три вышки то есть китайская японская и американская европейская не поддерживалась таким образом даже если вы живете в москве и у вас есть часы которые принимают сигнал из германии те из btm у вас бы не работали корректно здесь мы с вами можем видеть на циферблате вот смотрите такие мелкие надписи wwvb msf dcf bpc gga это вышки именно европейская китайская американская и японская то есть здесь поддерживаются все вышки какие есть сейчас в мире эти часы могут синхронизироваться в том числе в москве при наличии определенных условий здесь стоит механизм 7b 72 механизм хороший и именно с этим механизмом уже можно рассматривать данные часы как полноценные с солнечным аккумулятором и вечным календарем более того я вам скажу что этот механизм ставится в более дорогие версии сейк астрон без gps например sbx y061 который стоит в три раза дороже чем данная модель не совсем корректное сравнение поскольку эти часы все-таки стальные астрон титановый но есть с бетенки в титане также причем с более лучшим браслетом судя по фотографиями их живу не видел но судя по фото там летая застежка и литые крайние звенья такой же простой корпус простой циферблат метки и стоит они 85 тысяч 800 ен то есть чуть меньше чем в два раза цена от сейк астрона 165 астрон и 86 почти sbtm титановые все что сейчас буду говорить про данную модель в сравнении сейк астрон характерно и для титановых сейк астрон кроме браслета то есть там браслет хороший даже по фотографии видно что он качественный у него хорошая полировка и звенья сложные составные здесь все это попроще но остальном данные часы стальные с титановыми очень очень похожи простой скажем так циферблат обычные накладные метки стрелки без сложной полировки корпус без сложной обработки без сложных граней а теперь посмотрите на сейк астрон здесь сложный корпус сложные грани переходы от сати на глянцу угловатый браслет угловатый корпус сложные метки даже они имеют скосы то есть над этим работали и сюда приложили усилия стрелки также имеют более сложную конфигурацию здесь сатинированная полировка и на них в центре нанесен лиминафор браслет тоже немного сложнее если сравнивать именно с титановой версии с btm и титановый браслет астрона он не сильно лучше я вам так скажу но немного получше то есть что имеем сухом остатке одинаковый механизм но более сложная обработка корпуса более качественный браслет качественный циферблат метки стрелки то есть по мелочи когда мы с вами начинаем понимать из чего складывается стоимость выходит что да астрон может стоить в два раза дороже и это логично и вот здесь переходим с вами наверное главной мысли которую я несу в себе все один след занятий японскими часами японцы никогда не просят деньги просто так если что-то стоит дороже то оно стоит дороже из-за чего-то что лучше чем на тех часах где дешевле то же самое мы имеем и здесь до остальные часы на обзоре которые стоят в три раза дешевле чем титановый астрона немного странно становится когда ты понимаешь что одни часы с тем же механизмом стоит в три раза дешевле и как-то не укладывается в голове но когда начинаешь разбирать по пунктам когда ты берешь именно часы из титана и тут и там титан смотришь на обработку на качество ты понимаешь почему такая стоимость вы спросите к чему все эти рассуждения сравнение по качеству по ценам не так давно у нас в группе в телеграм если не подписаны то обязательно подписывайтесь была такая знаете дискуссия между пользователями где было озвучено что по мнению некоторых японских мастеров часовых серия sbtm одна из лучших серий по цене качества что предлагают японские часы надеюсь что я вам смог наглядно показать разницу в качестве почему одни часы стоят дешевле другие дороже я прекрасно понимаю что немногим нужны сложные формы корпуса сложные метки циферблаты так далее и на каждый день за свои деньги за свои 370 долларов вот эта модель герой нашего обзора это будет идеальнейший выбор но говорить о том что часы дешевле и по качеству такие же как более дорогие я бы не стал надеюсь вы со мной тоже согласна если нет то пожалуйста в комментариях аргументируйте по размерам давайте поговорим часы можно сказать маленькие по высоте здесь 46,1 миллиметра 39,5 диаметр 9,5 толщина в целом очень тонкая модель 115 грамм веса длина браслета вместе с корпусом 195 миллиметров и ожидаем эти часы сидят отлично на небольшой руке на фотографии запястье 17,5 сантиметров никаких сюрпризов сели как влитые на крупной руке наверное нет я бы не советовал водозащита 100 метров лимнафор также есть обычный самый простой какой только может быть на часах за 370 долларов ну вот собственно и все давайте выводы еще раз подведем что хочется сказать про данную конкретную модель sbtm 323 стоимостью 51700 японских йен за эти деньги за 51700 возможно это лучшее предложение среди seiko среди citizen среди casio океанус ближайшие это s100 у них 74 800 цена и не скажу что они прям заметно лучше если говорить именно по качеству браслета корпуса циферблата примерно тоже самое но там титан видимо за счет этого они дороже и сапфир там кстати без двухстороннего антиблика что многих бесит он выпуклый и прям хорошо иногда ловит блики здесь же у нас за относительно большие деньги хороший циферблат красиво смотрится вот эта лучистость на черном есть и другие расцветки циферблата смотрите что вам больше нравится выбирайте на свой вкус как мне кажется черный наиболее выигрышный строгие стрелки строгие метки хороший сапфир хороший браслет несмотря на отсутствие литых крайних звеньев и застежки в целом он хорошо выглядит и больше мне нравится чем например на citizen из предыдущего обзора хоть там и титан был но этот браслет как по мне поинтереснее также здесь хороший механизм это стоит понимать механизм от более дорогих часов с нормальной полноценной радиосинхронизации работающим вечным календарем они нужно извращаться синхронизироваться каждый месяц все это работало все работает и так по умолчанию а если вы живете в центральной или южной части нашей страны то еще и радиосинхронизация иногда будет работать и главное что стоит отметить не первый раз уже за этот обзор эта цена за 370 долларов это действительно хорошие часы да со своими компромиссами но все решается на за эти деньги хорошее предложение если вы ищете что-то недорогое еще и японской сборки с внутреннего рынка gdm так называемые то он наверное это лучшее предложение по соотношению цена-качество вот на этой ноте и закончим жду ваши комментарии подписку на канал на телеграм лайки все как обычно повторяться не буду каждый блогер вам об этом в конце ролика говорит крепко жму руку он будьте здоровы носите самые лучшие часы всем пока и так и Продолжение следует...